друзья всем привет что я скажу в начале начать 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 еще в далеком когда я искал себе автомобиль в таком-то бюджете я обратил внимание на хонда прилюд мы начинаем поехали всем привет друзья всем привет сегодня у нас небольшой обзор honda прилют и ее владелец руслан подробно нам расскажет о том почему он выбрал прилют какой по счету у него этот прилют и особенности эксплуатации и кайф от данного автомобиля расскажи это первый твой прилют или был до этого вообще почему ты начал рассматривать этот автомобиль как так сложилось что судьба тебя свела с ним в 2010 году я себе купил первый прилют искал я его в бюджете до 300 тысяч рублей тогда это были более менее живые прелюды был у меня левый руль на механике какого-то двухлитровый мотор был обычный самый простой на 133 силы 34 что такое не помню уже вот но эта машина которая западает в душу собственно забудь такую машину нельзя ну а почему например почему ты вообще начал их рассматривать еще тогда чем она тебя зацепила внешне чем она зацепила но это романтика фильма форсаж тогда все убивались по ним и хотела что-то такое еще рассматривал eclipse spider но на него денег не хватало spider это кабриолет до 400000 но тогда у меня молодого студента был только 300 машина западает в душу однозначно машина привлекает внимание даже сейчас двадцать первом году машина актуально на нее смотрят она нравится людям много кто боится эксплуатировать у того первого прелюда получается была не очень удачная судьба почему молодой активный парень решил на нем дать угла и прелюд мог кануть в лету но любовь большая любовь к этим автомобилям сказал мне иди чини его собрал два года на нем отъездил еще после ремонта взял ты его когда в каком году десятый год я где-то примерно взял до 1 свой прелюд да и продал это было июнь 14 года вот тот был прелюд получается левый руль на механике двухлитровый двигатель самый самый простой да но он ехал нормально прилично ехал то есть для тех времен как бы на нем можно было пайка покататься вот но я помню что мы с тобой 20 точно ехали по трассе окей расскажите в дождь да почти лысо резине в сторону в воронеже заблудились да была такая история не повторяйте наших ошибок вот ты его продал в четырнадцатом году здесь наступает на дворе двадцать первый год и ты решаешь что ты опять хочешь себе прилет да расскажи как это было почему то есть спустя семь лет ты осенила что я опять хочу придут и почему ты продал тот тогда в 14 вот придут я продал потому что немножко наверное я уже подрос к тому времени четырнадцатом году немножко уже начали какие-то планы меняться расставляться приоритеты и было решено тандем с прелюдным разрушить но он всегда остался в сердце и всегда я знал что при руках не вернется никогда я не забывал машин наверно год первый когда я купил себе после прелюда ford focus я не думал но сюда смотрел я завистью на такие машины всегда надеялся и верил в принципе что ко мне придут вернется а сейчас большущий дядя мальчик решил купить себе игрушку в двадцать первом году уже до первого когда-то весной понял что хочешь или зимой еще я мониторил рынок с осени двадцатого года сначала я думал взять прилюд тысяч за 200 и чинить его но там моторы ну половина было моторы положены кто-то был там с дырками прилюды гнилые собственно было принято решение увеличить бюджет и не заниматься ремонтом моторов которые очень и бюджетные не заниматься варкой все днище один придут не писали фотографии там просто не вот на цена у него было 200 тысяч я думаю несерьезно немножко увеличил бюджет долго искал нашел долго я шел к правому рулю очень долго это было большое испытание принять его я помню давно что руслан не ездил по вода на правом руле нера какой-то моей машине то есть один раз я проезд по городу на honda inspire у меня на автомате 96 года да на автомате мой первый автомобиль и вот руслан тогда мне задал такой вопрос как ты вообще можешь ездить на правом руле я говорю ну попробуй то есть еще тогда в 2012 году у меня был этот inspire руслан попробовал прокатиться на правом руле и все то есть это все ни разу нет вот и опять же руслан советовался со мной по поводу прилюдо типа то есть левый руль смотреть или правый и ну я поделился своими мыслями что если состояние у правого руля будет лучше то не стоит бояться именно правого руля бери тот прилет который будет в лучшем состоянии вне зависимости от того где расположен труд собственно проблем не возникло это заняло ровно 45 дней для привыкания нет никаких проблем механика конечно если это было посложнее понять как рукой но собственно здесь ради струк в том что руль в бардачке все как вы поняли до механики то есть правой рулей на механика это очень большая зажигалка а мотор какой то здесь здесь мотор 2 и 3 h 23 с аккорда евро р до стоит сколько лошадей 200 плюс здесь стоит выхлоп полная трасса не помню марку лейбл есть артем потом посмотрит может сказать ладно мы чуть-чуть забежали вперед как ты пришел к покупке именно этого вот я понял что ты увеличил бюджет за 200 дрова не захотел брать да и был за 5 долго искал 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 осенью 20 года получается мониторил рынок и к июню 1 июня поставил на учет уже этот пролю да то есть взял то его в мае в конце мая ты меня перегонял артем не перегонял этот прелюд потому что из москвы я боялся наехать на правом руле артем не испугался ехать на правом руле на механике я первый раз тоже был на правом руле именно на механике в такой комбинации на правом руле на автомате много ездил на механике нет и да вот руслан скинул объявление горит хочу посмотреть этот прилет мы поехали вдвоем все устроило до слона прокатились и было принято решение забирать его пригнали в тулу да и от июня руслан уже на нем ездит то есть но чуть меньше чем полгода декабре будет до года 1 декабря и поделись вот своими эмоциями спустя 10 лет грубо говоря после приобретения первого прелюда все-таки 21 год уже прошло много до машина 97 года до 25 лет почти и какие эмоции она дарит вот сейчас на сегодняшний день эмоции она дарит все те же самые но есть одно небольшое но машина вся та же самая но я уже не тот к сожалению а эмоции она дарит колоссально это 200 плюс лошадей две двери это красиво это классно ну да мне например прелюду всегда нравились ими на своей внешкой совместно задняя часть задние фонари и большой массивный капот вас по вас посадка низко классно и что вот ты сделал за эти полгода то есть какие-то были проблемы по эксплуатации не просто ездил ты получал удовольствие нет я конечно занимался технической частью первое вообще мое знакомство с ремонтом прелюду началось с того что я забыл как поворачиваться не в ключ есть очень такая секрет на не штучка надо ключ утопливать и поворачивать вот я про это забыл и когда я вышел наверное через три дня поехать куда-то там по делам это вот уже этим летом до поскольку поставили все я ушел домой через три дня выхожу заводить а у меня не завелся аккумулятор оказывается я не провернул ключ до конца я встал в положении 0 то есть я вам не выключил зажигание и музыка у меня сверла весь аккумулятор собственно потом я вспомнил в чем была причина вот таких каких-то сюрпризов он не выкидывает все-таки honda запас прочности всех элементов здесь колоссальный более до старая honda тех годов это более правая рука для себя не делали лучше есть такая теория сюрпризов не было так что просил то и делал крышка трамблера то я заметил прокладочку прогнила я и поменял такие какие-то нюансы вполне нормальные до датчики 5 летним ажа датчики масло давление масло температуру масло охлаждающей жидкости термостат но это собственно как на любом фокусе десятого года который потребует такого же ремонта и собственно за цены запчастей на них датчики по 800 рублей фишки на разборке по 200 по 200 рублей собственно то есть особых проблем нет 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 абсолютно технической части это обычный аккорд по технике то аккорд в красивой упаковке расскажи вот по состоянию на тот момент когда ты ее покупал почему ты решил выбрать именно ее то есть отличалась она от тех которые за 200 тысяч с отсутствующим дном абсолютно то есть на первый взгляд что нужно было сделать по машине когда ты ее покупал или все было в принципе довольно таки обслужим смотри получается по на первый взгляд что нужно было сделать это только техническая часть то есть я заменил по правой стороне подвеску сделал развал заменил ремни какие-то приводные генератора гура есть был мой основной был критерий выбора это живой мотор мне не хотелось очень сильно перебирать мотор это денег бюджет это 50 наверно плюс то есть очень не хотелось здесь оказался перебранный мотор кольца вкладыши маслосъемные плейнен грэм от масла не расходует то есть это был абсолютный критерий выбора но вообще не расходу или на в таки начинала в таки он расходует потому что мы как бы это в так это пинок под зад очень хороший если ездить спокойно без т.д масла жора нет вам нет машина проварен полностью на однище антикор она покрашена была пару лет назад ну просто так мы просто облит но все же и 25 лет это допустим это же не новую машину не новый соляри за полтора миллиона и скажи то есть в каком бюджете в принципе можно сейчас купить но более-менее достойный прилет не менее 350 тысяч это 350 плюс то есть они есть 400 есть 600 есть 700 но это вообще прям в идеальном состоянии которых очень сильно любили с минимальными хозяевами этот продукт не обошелся около 350 тысяч собственно но стоит таких машинах стоит увеличивать бюджет не стоит искать что-то с чем ты потом будешь заниматься потому что варить прилюд или перебирать мотор или свапать автоматную механику это бюджет очень большой проще купить уже живенький прилет и заниматься потихоньку текущим ремонт скажем доведением до полного идеала ну да тихонечку не торопясь какую-то подвесочку ремни что такое по чем просто вкидывать классальные деньги в большие узлы такие расскажи по поводу от линейки моторов какой мотор ты бы посоветовал вообще брать людям если например кто-то из наших зрителей сейчас думает как раз о покупке прилюда в какой конфигурации ты бы посоветовал его брать у тебя был левый руль слабый мотор относительно славы сейчас правый руль все тоже на механике и уже более интересный мотор стоит ли брать новых на автомате а второй на механике что можно сказать но автомат на них не живет потому что это машины зажигалки на их не жалеют в принципе как его жалел я вот и автомат особо долго не живет и все смысл опыта механику который живет там в ряд очень длинный тех механик короткие с блокировками длинные городские более какие-то выбор простор большой но это 25 наверно плюс за хорошую коробку масштаб да именно коробка без установки без установки плюс тебе еще нужно туда сцепление педаль то есть проще сказать разные механики автомат не брать по моторам было 4 всего мотора на них двухлитровый 2 и 2 без втека и два мотора со втеком 2 и 2 это black top red top для европейского рынка не шли 185 200 сил черный black top red top получается он шел 200 220 вот так самым самый хороший мотор это red top наверно он и самый укатан и самый дорогой чтобы его и чинить и брать контракт его нужно берут как раз чтобы сжаривать на 220 сил вообще идеально сюда ставить к 20 мотор от аккорда нет civic не помню честно врать не буду но к 20 мотор он более поддается каким-то переделкам у него можно поставить турбины удобен обзор во все моторы но к 20 для этого очень способен сюда он встает без проблем без особых проблем скажем так не как g32 ставлю с опусканием подробно но однако мы видели до продавался прилет j32 мотор в 6 тоже интересно конфигурация интересно как бы он ехал но этого мы уже не узнаем к сожалению да там дырка в капоте чтобы он встал ну да человек вырезал в капоте прям кусок и мотор как в американских старых масл карах вылазил до из-под капота и смотрит на все окружающее взяла такой истории мы с вами поделились как владел прилюдами руслан но сейчас вот спустя полгода владения вторым своим прилюдам а он его продает а почему опять я наверное скажу что это расстановка приоритетов в первую очередь а во вторую не опять не в сторону блюда во вторую основная основная причина наверно вы узнаете следующей серии до следующем выпуске по прилюду на канале то есть будет серия из выпусков про прилюд и причину основную ну или может не основную одну из важных причин почему руслан в итоге продает хороший прилюд спустя полгода после тщательного вообще выбора прилюдов почему он продает вы узнаете в следующем выпуске поэтому подпишись на канал поставь колокольчик чтобы ты узнал первым о выходе второй серии про прилюд и смотри там все будет самое интересное в подробностях мы тебе все покажем расскажем а потом будут еще лучше спасибо за такой рассказ подробный за то что поделился информацией для потенциальных покупателей прилюда то есть какой выбрать на какие там мотор обратить внимание тогда на этом все друзья на сегодня спасибо за просмотр пока пока и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok